Друзья, привет. В каждом зале боевых искусств, в любом фитнес-центре есть зона боевых искусств, обязательно, как правило, есть вот такая штука. Это кукла. Борцовская кукла называемая. И она обычно себя что делает? Стоит где-нибудь в углу. Вот так. Вот, где-нибудь в углу, забытая всеми, ну, в нашем зале она не забыта. Она одна довольно пропадает, и ей никому не нужно. То есть, никто не знает, что с ней с ней сделать. Конечно, все телевизоры увидели, как ее бросают прогибом, там, еще кто-то умеет там заниматься. А новичок неофит, когда приходит в зал, видит эту штуку, он бы тоже хотел бы что-нибудь с ней сделать, не знает, как с ней с ней идти. Так вот, ребят, ее вы не научитесь бросать ни прогибом, ни как-нибудь еще, и она бесполезна будет до тех пор, пока вы не научитесь сделать с ней какие-то подводящие вещи. Я хочу сейчас рассказать для неофитов, для новичков, что с ней можно делать в зале, для того, чтобы потом легко было перейти к настоящим упражнениям, к броскам, отработке приемов на этой вещи. Ну, могу сказать еще только, что ее, конечно, иногда вот в этом лежащем положении ребята, которые занимаются, что бы мы, ее колотят. Это очень хороший кросс-хватинг, кросс-фит такой, тут замечательно. Вот. Или стойкий, ребят, губковеденными локтями. Это мы тоже поработаем с ней сегодня, это само собой. А вот что можно с ней делать именно для того, чтобы потом перейти на бросковую технику? Нужно подводящими учиться делать упражнение. Нужно ее почувствовать. Надо понять, как она работает, где у нее центр тяжести, как ее брать вообще, за что хватать, как она себя ведет. И вот для этого надо с ней делать вещи сначала просто примитивные, чтобы освоить взаимодействие тела. Ваше тело, и тело, и тело этой куклы. А когда она для вас станет легкой и удобной, как игрушкой, вот тогда можно с ней будет обращаться, как вам захочется. Сейчас я вам и покажу, что можно делать. Проводнение номер один. Это взятие куклы на плече. Исположение ее. Подходите, встаете над ней, чтобы она была легкой ногой. То есть перекладываете тело к себе, где-то верно, и забрасываете одно движение на плечо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упражнение номер два. Взятие на плечо и с положением стоя. Субтитры сделал DimaTorzok Номер 3. Взятие на пояс из положения лёгких. Субтитры сделал DimaTorzok Переворот панекена на голову. Субтитры сделал DimaTorzok Добро панекена на голову. Номер 5. Заброс куклы на бедро. Добро панекена на голову. Добро панекена на голову. Добро панекена на голову. Переброс с одного бедра на другую. Добро панекена на голову. Добро панекена на голову. Добро панекена на голову. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выплоды с куклой в положении 100. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходы с куклой в шагах или на месте. Выходы назад в положении кукла застынет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА